В эфире программа «Безопасность» проект нашей телекомпании и управление МВД России по Ярославской области. С вами Александр Захаров. Здравствуйте. В Ярославской области зафиксирован новый вид мошенничества. Об этом сообщают в региональном УМВД. Злоумышленники, используя технологию подмены банковских телефонных номеров, осуществляют звонки клиентам кредитных организаций. С начала года на эту схему уже попались многие ярославцы. Была попытка списания денежных средств с вашей карты через ваш личный кабинет. Сейчас необходимо вас идентифицировать как клиента перед нашим банком, после чего приступаем к операции по возврату денежных средств вам на карту. Вот такие звонки все чаще поступают в последнее время ярославцам. Человек, представившись сотрудником банка, сообщает о попытке незаконных операций с расчетным счетом, после чего просит назвать данные банковской карты, включая защитный код с обратной стороны. Но я не растерялась, попросила его называть свое имя, должность и адрес офиса, после чего решила связаться с банком напрямую. Мне сегодня позвонил некий Игорь Лавров и, представившись сотрудником вашего отделения, сообщил о попытке снятия денег с моей карты. Скажите, у вас работает такой сотрудник? А можете сообщить номер телефона, с которого был звонок? Это вам, конечно, звонили мошенники. Точнее, вы никаких данных о себе не предоставили? Нет. Однако далеко не все оказываются настолько бдительными. Да и злоумышленники с каждым годом становятся все изобретательней. Недавно правоохранители столкнулись с таким видом мошенничества, в котором используется технология подмены номеров. На телефон клиента поступает звонок с номера, который указан на официальном сайте банка. Далее действует по той же схеме. Под предлогом защиты карты от несанкционированной операции клиента убеждают озвучить конфиденциальные сведения. Затем происходит хищение денежных средств. Сейчас, помимо того, что имитируется номер, мы сталкиваемся с тем, что имитируется работа вообще всего колл-центра банка. То есть человек снимает, с ним разговаривает, у него создается ощущение, что там идет работа, там говорят операторы. Чаще всего мошенники находили доверчивых граждан, которые, сообщая данные банковской карты, лишились всех денежных средств. На настоящий момент в моем производстве находится около 50 уголовных дел по мошенничествам, связанным с использованием банковских карт. В настоящее время около 30 эпизодов, то есть по которым лицо установлено, то есть одно лицо совершило данное преступление. Вот с ним ведется работа. Правоохранители сообщают, сотрудники банка никогда не будут спрашивать информацию о личных данных и данных банковской карты. Вам может прийти на телефон некая СМС. То есть лицо, которому он звонит, может попросить продиктовать пароль, который находится в этой СМС. Предварительно, эту СМС нужно прочитать. И там написано, почти в каждой СМС, сколько я встречал, написано, никогда никому не сообщайте пароль. То есть прежде чем какой-то пароль вообще сообщать непонятному лицу, который вам звонит, сначала прочитайте СМС. Если же у вас возникли малейшие сомнения в том, что это мошенники, стоит прекратить разговор, перезвонить в банк и узнать, работает ли у них такой сотрудник. Они не носят погоны, но помогают в раскрытии самых сложных и запутанных преступлениях. Ищут оружие, наркотики, идут по следу, задерживают преступников. Служебные собаки оказывают неоценимую помощь правоохранительным органам. 21 июня кинологические подразделения МВД России отметили свое 110-летие. В Ярославле Центр кинологической службы работает с 80-х годов прошлого века. Полицейские кинологи делают закладку имендатора наркотиков в автомобиль. На дело выходит лабрадор Вета, который с усердьем принимается за работу. Одна минута и местонахождение закладки определено. Собака замирает на месте и утыкается носом в тайник. А эта Вета, пожалуй, самый титулованный питомец кинологического центра. За 6 лет ее службы она порядка 50 раз способствовала раскрытию преступлений. Поэтому команда «Дай лапу» звучит уже больше как просьба. Дай лапу! Вот, спасибо. Вета уже ветеран кинологической службы. В следующем году ее будут готовить к выходу на пенсию. Однако пока что лабрадор не перестает удивлять своих проводников. В ГАИ у нас тогда установила машину. И я приехала. Они как бы, ну, типа, вы слишком так долго ехали. Мы уже все сами нашли. Я говорю, ну и ладно, раз вы приехали, мы все равно пойдем и поищем. И в итоге мы все равно нашли еще. А вот сын Веты лабрадор Фокс еще только в начале карьеры. Его специализация – поиск взрывчатых веществ. Что он также безукоризненно демонстрирует на тренировочной площадке. Да, он замирает у нас. Молодец, надо было похвалить. Кинолог и собака – это одно целое. Это тандем. И надо понимать, что собака без человека мало что может показать. И человек без собаки в данном направлении тоже немногое покажет. Поэтому должно быть взаимодоверие. После революционного времени в органах внутренних дел Ярославского региона не было отдельного подразделения кинологической службы. Проводники служебных собак несли службу в составе уголовного розыска. А в Ярославле это было всего несколько человек. Центр кинологической службы был создан в 80-е годы прошлого века. В настоящее время здесь живут и работает порядка 50 собак служебных пород. Больше всего в центре немецких овчарок есть бельгийские и восточноевропейские. Эти собаки превосходно подходят для защитно-караульной службы. А вот дружелюбные лабрадоры используются для поиска наркотических веществ. За каждой собакой закреплен проводник, который воспитывает своего питомца с двухмесячного возраста, готовит к службе, обучает. Уже в полтора года собаки становятся полноценными сотрудниками, готовыми выполнять задачи по профилю. Общение человека с собакой начинается после рождения. Затем постепенно их начинаем приучать к, так сказать, суровым условиям нашей жизни. Это стрессовые ситуации, транспорт, город, где много народу. После 8 лет собаку каждый год проверяют на профпригодность. Если она справляется с заданием, срок службы продлевают. Если нет, ее забирает к себе проводник, либо отдает в хорошие руки. За все годы ни одного возврата четвероногого служивого в питомник не было. В целях повышения эффективности предоставления госуслуг в регионе проходят регулярные проверки подразделений миграции. Эта служба не стоит на месте, и сегодня здесь внедряются технологии, позволяющие обеспечивать комфортный, а самое главное, своевременный прием и постановку на учет иностранных граждан. Большие залы, электронная очередь, несколько окон. Так выглядит единственный в области отдел миграционной службы по выдаче разрешений на работу и временное проживание иностранным гражданам. Самые пиковые нагрузки он ежедневно обслуживает до 200 человек. Ежедневно иностранцы стремятся сюда за получением патента на работу, видом на жительство. Приезжают оформлять своих сотрудников работодатели. Патенты это у нас сезонный характер носят. Где-то с начала апреля до конца июня идет вот ажиотаж, потом небольшой спад и, соответственно, опять в сентябре новый заезд, опять два месяца у нас ажиотаж. На это время приходится привлекать сотрудников с других подразделений. В целях улучшения качества предоставляемых услуг в отделении установлен терминал. С его помощью можно оформить предварительную запись на любой удобный день и время. Возможность предварительной записи, она упорядочила этот процесс, но по одной простой причине, вот допустим, регламентом на проведение процедуры приема заявлений, допустим, виды на жительство или РВП, определен 30 минут. То есть фактически, если посчитать, что один человек в день может принять 16 человек, не больше за все свое рабочее время, если он вставать не будет. Поэтому, естественно, приходить сюда и ждать часами здесь никакой необходимости нет. Я предварительно записался, пришел к удобному времени, получил услугу. Также подать заявку на выдачу разрешений можно через интернет на портале госуслуг. Все эти меры позволили ликвидировать живые очереди и сократить время приема иностранных граждан. Время, пользу, много ждали. То есть чуть-чуть совсем, да? Да, да, да. Все нормально. Я представитель компании, я периодически сюда привезу людей. У нас все получается нормально, во время успеваем, у нас все талончик, во время все получается. Спасибо, что есть такие организации, что у нас легко все получается. Заместитель начальника МВД Виктор Свистунов проинспектировал подразделения миграционной службы, проверил организацию работы и качество предоставления государственных услуг. Эти проверки проходят регулярно в целях повышения эффективности по предоставлению госуслуг в отделениях службы. На этом все. В эфире городского телеканала была программа «Безопасность». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова